всем привет друзья ну что мы как обычно в лучшей компании в мире до 5 ева алиса и наоборот не путать так девочки маме нужно поработать вы погуляли окей какие послушные дети на видео и так друзья на что я надеюсь вы готовы уже к третьему инсайту потому что мне есть вам что сказать о это точно для меня и сегодня я хочу снять свою красивую сумочку красивенько сесть и поделиться с вами собственно третьим главным инсайтом который я сделала в 2018 году хотя конечно же наверное я могу говорить об этом бесконечно и возможно даже продолжу но сегодня хочу рассказать об очень важной теме которая стала для меня для самой открытием потому что я вообще по жизни такой человек одиночка в контексте продвижения себя то есть я очень редко кого-то о чем-то прошу я очень редко коммуницировала с другими людьми для того чтобы продвинуться то есть я наверное такой человек трудяга работяга и долгое время мне казалось что это очень правильно мне повезло потому что мы с моим супругом очень хороший тандем достаточно и мне казалось что в общем то вдвоем мы можем с ним очень многое я была права но очень часто я слышала одну и ту же фразу о том что другие люди в нашей жизни могут являться очень мощными партнерами порталами с помощью которых ты можешь продвигаться я никак не могла понять как это то есть мне казалось это что надо сделать ну но я наверно не откажусь если кто-то придет ко мне и скажет оля давайте я продвину ну продвинь меня а давайте сделаю более известной более популярной более еще какой-то но как-то мне такие люди в жизни не попадались и я воспринимала эту технику именно таким образом но в прошлом году одной из целей которые я поставила для себя это было максимальный максимальная открытость к новым людям к новым событиям к новым ситуациям и максимальный коннект и я не знала до конца что мне делать что это означает но как минимум я поняла что я буду стараться если какие-то люди приходят в мою жизнь как минимум смотреть что это за люди а во-вторых я сделала для себя такой челлендж я начала сама стараться ну там не то чтобы каждый день но достаточно часто если я видела людей которые мне интересны а у меня еще появился влог а впоследствии бизнес-шоу я решила что я не буду давать задания менеджером с кем-то связываться я начну связываться со всеми сама ознакомиться да и из серии привет я оля а в какой-то момент я поняла что я наверное не просто оля а все-таки я человек за плечами которого есть достаточное количество достижений я сама стала себя чувствовать более уверенной я настроила себя на то что если мне скажут нет я не буду лежать в обморочной ситуации некоторых случаях я скажу ок нет так нет а в некоторых случаях я буду добиваться вот у меня благо никогда не было проблем с тем чтобы чего-то добиваться и мне это даже будет по приколу и я взяла для себя такую игру connect с новыми людьми и вот я поняла что я не просто начала это делать естественно стала прежде всего в позицию того ко мне обращается огромное количество тоже разных людей и безусловно 90 процентов это люди ну которые по и пожирают мое время я стала на место этих людей подумала ну что и раз мне не нравится пожирать или времени кто мне нравится мне нравятся люди которые могут что-то конкретно по сути сразу же мне предложить если вы не можете в первые сообщения или в первые полу полтора минуты объяснить вообще кто вы и чего вы хотите обэкайте и мэкайте и что там ну или пытаетесь создать что вы блин но настолько клёвый настолько важный что мне прям повезло вот так сейчас ко мне часто бывают подход люди говорят я готова вашем шоу предложить вот свои услуги и вот вашим участникам я готов я посмотрел вы мне понравились так и хочется сказать эй бэйби бабки не хочешь мне дать за то чтобы эти рекламу сделала а то ты начинаешь таким таким подходом ко мне подходить типа ты готов а готова ли я тебя взять а готовы я взять тебя даже за деньги вообще в принципе ты мне интересен или нет это я решаю так вот для того чтобы не выглядеть вот этой самой девочкой которая типа предлагала людям ну типа будьте счастливы я конечно же очень внимательно проанализировала эти вещи для самой себя и поняла что для того чтобы что нужно сделать чтобы стать интересным людям другим нужно дать им какую-то ценность ну то есть заинтересовать их чем-то не просто сказать чувак а мне с тобой интересно кофе попить да или там я всегда мечтала с вами познакомиться ну хэй я уже не в том несколько статусе то есть я поняла что если у меня есть интерес к этому человеку мне нужно определить какой это интерес и главное какой интерес я могу дать ему именно исходя из того что я так могу размышлять я поняла что я к этому готова и за прошлый год я не знаю какое количество коммуникации у меня было с людьми но это было для меня лично достаточно много это были самые разные коммуникации и со многими начинался разговор у меня именно с того что я приглашала то есть мы общались немножко потом я приглашала попить кофе для того чтобы мы познакомились ближе и уже потом находили какие-то точки пересечения наверное 80 процентов мои увенчались успехом процентов 20 нет там где я связывалась какими-то менеджерами меня вернее переключали на каких-то менеджеров это всегда плохо я считаю как правило менеджер работает с менеджером босс работает боссом я предпочитаю работать с боссом если меня переключают к менеджеру ну как бы не очень хорошо это получается потому что я превращаюсь в грубую гадину ночью ничего никуда не катит так вот давайте перейдем теперь к сути другие люди коммуникацию с другими людьми не просто общение а именно когда мы думаем о других людях в контексте того каким образом мы можем с ними сработать для того чтобы получить для себя больше естественно задавая главный вопрос а что я могу сделать и дать этому человеку чтобы ему в принципе было со мной интересно вот когда этот пазл складывается но это некий телепорт потому что ты переносишься сразу же как в машине времени на несколько уровней или на несколько лет вперед то есть то что тебе нужно делать долгое время с помощью этого с помощью правильных людей можно перенестись гораздо быстрее мне эта мысль очень понравилась я ее достаточно быстро осознала где-то весной прошлого года и тогда я подумала о том что как круто стать самой телепортом как круто дать возможность другим людям а ведь я могу дать много ценностей другим людям и свой опыт и свой мозг и возможность своего маркетинга потому что я очень неплохо это делаю и я подумала о том что круто было бы вот это создать и эта мысль у меня долго крутилась в голове до тех пор пока я в какой-то момент не поняла что оказывается я это создала создаю прямо сейчас это случилось тогда когда мы сергеем запустили бизнес-шоу бизнес-шоу стала телепортацией для наших участников потому что что произошло первым делом мы дали возможность людям вообще с нами каким-то образом сконнектиться эта ценность действительно я могу сказать эта ценность коннекта с нами потому что точно такая же ценность когда я коннекцию с какими-то людьми которые для меня являются в чем-то примером в чем-то образцом в чем-то принципе интересными и сильными личностями не так-то просто прийти и начать общаться с нами с ними ну поверьте есть всем чем заниматься второй момент а люди которые приходят например к нам в бизнес-шоу они имеют некие как вы видите это да имеют некие гипотезы в отношении того как бы они хотели развиваться и очень часто мы эти гипотезы разбиваем и даем другую гипотезу потому что мы уже имеем некий опыт мы подключаем людей которые имеют опыт возможно в неких сферах там больше лучше и таким образом люди вместо того чтобы самостоятельно набивать ошибки долго тратить свои деньги и время они получают возможность сделать это быстрее гораздо избежал многих ошибок взять вот хотя бы сейчас юлиану с ресторана момент номер три как сделать так чтобы о тебе узнала большее количество людей вам может казаться и вам могут рассказывать на каких-то тренингах что это очень легко но нифига это нелегко потому что помимо того чтобы о тебе узнали а тебе должны узнать правильно тебе должны узнать то что ты хочешь чтобы тебе узнали а тебе должны узнать так чтобы тебя захотели купить и поверьте это огромная колоссальная работа и очень много зависит от того именно через какие ресурсы и каналы ты это делаешь сегодня мы наблюдаем огромное количество рекламы и очень часто когда мы видим вот это вот мое любимое вначале хочешь я научу тебя зарабатывать зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц, просто привозя товары из Китая, ни хрена не делая, не моргая правым глазом, только потому, что у меня в этой папке в правой руке есть то, что даст тебе ключ успеха, ну, короче, вся вот эта мура, которая включается перед видео, и, безусловно, мы на это уже не реагируем, и мы реагируем в большей степени на рассказы тех людей, которым мы доверяем, тех СМИ, которые, может быть, кто-то еще смотрит, тех журналов, которые мы читаем, то есть кредит доверия от чего-то должен быть. Так вот, как раз, например, бизнес-шоу является в этом отношении очень классным порталом, потому что люди нам доверяют, потому что мы придерживаемся мнения того, что для нас гораздо важнее быть честными с аудиторией, нежели чем заработать там каких-то денег, тем более на данный момент все очень интересуются, вы так много зарабатываете на ютюбе или нет. Ну, на данный момент мы просто приучаем себя работать платно на ютюбе, то есть вот и все. Те деньги, которые мы зарабатываем, поверьте, трачу я гораздо больше. Вопрос в том, чтобы приучить себя делать вещи бесплатные, делать их, ну, учиться с них зарабатывать, не то, что бесплатные, то, что ты раньше делал бесплатно, научиться с этого зарабатывать для многих из вас это тоже проблема. Кстати, кто-то написал мне и много, кстати, в Инстаграм мне написала людей о том, что вау, как классно, что вернулись такие видео, они мне даже нравятся больше, чем бизнес-шоу. У меня к вам вопрос. Вы готовы, если я сделаю платный канал, вы готовы платить мне деньги за то, чтобы я вам снимала эти видео? Ну, хотя бы там по 200 долларов в месяц или хотя бы по 100? Очень сильно сомневаюсь в этом. А я занимаюсь все-таки бизнесом, потому что у меня есть время, которое я каким-то образом должна переводить деньги, иначе мои бедные голодные дети останутся совершенно денешеньким, и мамочка с папочкой сдохнут. Вот, грустная история. Так вот, опять-таки, возвращаясь к главному инсайту, вот, например, мы с Сергеем сумели создать такой портал, и мы активно работаем, вот прямо сейчас здесь находимся, и уже огромное количество идей извергаем, как вулканы, каким образом дать нашим участникам гораздо больше ценности, чем они получали ее раньше, для того, чтобы результаты были гораздо круче. И вот этот коннект с другими людьми, он мега важен. То, что мы сами пытаемся ползти, делать, догадываться, это, кстати, касается в некой степени и обучения. В большей степени это именно личных связей с новыми людьми, с сильными людьми, с классными людьми, с тем, чтобы заманивать их себе в проекты, с тем, чтобы заражать их своей энергией, с тем, чтобы каким-то образом делать так, чтобы мы становились им интересны. Ведь вы часто пишите мне, как найти инвестора? У меня есть такая гениальная идея. Вы вообще задумаетесь над тем, о чем вы интересны этим людям. И это как раз вторая часть этого инсайта. Потому что для того, чтобы вы могли привлечь в свою жизнь классных, интересных людей, сесть с ними, поговорить как минимум за кофе, рассказать им о какой-то своей идее. Вы должны быть интересны сами. А для этого вы должны быть наполнены. Для этого вы должны обучаться. Для этого вы должны что-то пробовать, чтобы у вас были ошибки, ссадины. И вы уже понимали, о чем вы говорите, а не задавали совершенно тупые, дурацкие вопросы, которые при личном вообще, вот личном контакте, ну это просто смешно. Ну то есть люди не уходят от вас, если вы где-то зажимаете после конференции, только потому, что они очень вежливые или потому, что они вот ключики и вообще не соображают, о чем вы говорите. Для того, чтобы вы могли коннектиться и свой круг привлекать сильных людей, вы сами должны быть интересными. Читайте, учитесь, пробуйте, делайте, развивайтесь. Не думайте о том, что ну если бы я встретил вот такого человека, то тогда бы да. Этот человек прошел бы мимо вас, и вы бы даже не смогли открыть рот, что-то сказать ему, потому что вы не знаете, что. Это как в паре. Если женщина хочет привлечь в свою жизнь очень классного, красивого мужчину, то женщине что-то должно быть в голове. Не только вот здесь вот, хотя и это немаловажно, но это тюнинг уж, простите, я тут на курорте прямо не могу понять одного. Рекламная вставка. Тут либо одна красивая женщина, либо их много красивых женщин. Не понимаю. То есть я когда вижу, мне все время кажется, что я вижу одну и ту же. И я не знаю, меня это пугает или нет. И все женщины заняты одним инстаграмом. Все фоткаются круглосуточно. Вот меня это несколько, ну как бы, меня это несколько. И как бы мужчину меня это тоже напрягло. Поэтому для того, чтобы мы могли в свою жизнь привлечь что-то достойное, мы сами должны быть этим достойным. Помните простое правило? Подобное к подобному. Поэтому если вы сегодня не знаете, каким образом коннектиться, коллаборироваться и что предложить этим людям, это только потому, что вы недостаточно развиты. Поверьте мне, в тот момент, когда вы начнете напитываться, когда у вас появится опыт, когда у вас будут классные идеи, вы сами поймете, как к этим людям подходить. Вы сами будете видеть возможности, каким образом сделать так, чтобы они обратили на вас внимание. Вы сами будете генерировать интересные проекты, которые могут зажечь этих людей. Ведь вы не можете привлечь состоятельных, по-настоящему успешных людей в свою жизнь, если, ну как бы чем, деньгами, например, да? Вот вы думаете, вот если бы у меня были деньги, ну, чтобы вы им заплатили, но у вас не так много денег. Вы должны их привлекать чем-то другим в том числе. И вселенная, не забывайте об этом, может в любой момент рядом с вами в пассажирском кресле, в самолете, где-нибудь неожиданно, в магазине, в очереди, послать вам именно того человека, о котором вы мечтали. Но главный вопрос, будет ли вам, что ему в этот момент сказать? У вас сегодня есть классная возможность попадать к нам на шоу, но есть ли вам с чем приходить? Есть ли у вас тот проект, в котором вы готовы играть, как в казино, в котором вы готовы рисковать, в котором вы готовы делать ставки, о котором вы готовы заявлять? Потому что у меня есть, что вам предложить. Я работаю над этим постоянно, находясь здесь. Поверьте мне, голова работает вообще отлично, потому что она не зашарена вообще никакими другими вещами, никого никуда не надо везти, не нужно проводить собрания, ничего не нужно. Можно целиком и полностью посвящать себе этому. Но если вам что сказать, вот это и является моим третьим главным инсайтом, о котором я хотела вам рассказать. Друзья, очень важно, если вы хотите, чтобы я продолжала снимать эти видео, мне сейчас сильно важно знать, что вы этого хотите. Поэтому обязательно пишите комментарии, просто обязательно. А если вы случайно посмотрели это видео, и вы еще не были подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что на этом канале люди обязательно становятся богатыми и успешными. Не только на словах, но и на деле. Мы здесь не про ля-ля-ля. Мы здесь про то, чтобы брать и делать, фигачить и остальные слова, которые YouTube не очень любит. Но вы их все помните, потому что они выбиты у вас на груди. На этой речи я пошла. У меня важная игра сейчас в классике. Потом нужно покупать белочку в бассейне и проверить глубину. Все, всем пока. Где мои зайчики? Лю, беги к маме. А где мой зайчик второй? Беги. А я. А я. А я. А я. А я зелканый. А я зелканый. Все. Все. Пошли.